27 сентября в совхозе имени Ленина проходил благотворительный концерт в рамках Международного Дня Слепых. Дети с ограниченными возможностями участники концерта доказали, что для творчества нет границ. В этот день дети из различных городов Подмосковья демонстрировали свои таланты. Песни, танцы, яркие костюмированные номера и выступления вместе со звездами российской эстрады. Смотрите специальный репортаж Екатерины Чернышовой. Концерт «Звездный сад» в совхозе имени Ленина прошел при аншлаге. В зале не было ни одного свободного места. С большой теплотой и благодарностью зрители встречали всех участников благотворительной акции. Организаторы этого праздника поставили перед собой задачу – собрать в одном концерте здоровых детей и детей с ограниченными возможностями. Мы хотим, чтобы ту радость, которую испытываем мы, когда строим территорию социального оптимизма, испытали вы вместе с нами. И вам было так же хорошо, как и нам. Я хочу, чтобы все взрослые люди в нашей стране думали только об этом. Чтобы детям было лучше. Особенно детям, которые какое-то ограничение получили. И мы будем делать для этого все, что от нас зависит, пока хватит сил и сбудутся все наши вещи. Я очень хочу, чтобы каждый взрослый не только в Московской области, не только в нашей стране, а вообще в мире понимал, что прежде всего все мы с вами являемся родителям. И прежде всего в жизни мы должны сделать так, чтобы наши дети были радостны, счастливы и умели дружить. В этот день на сцене выступали коллективы из различных городов Подмосковья. Открыл концерт ансамбль «Веретенцы» из Сергея Посадского детского дома. На небе голубок надежды охотка, плывут они к себе, плывут издалека. Но не только вокальными, танцевальными, но и художественными талантами радовали участники. Воспитанники Филимонковского детского дома подготовили яркое шоу по показу одежды в стиле «Эмбру-микс». Яркие и запоминающиеся номера этого вечера зрители встречали с большим восторгом. Звезды российской эстрады и дети были не просто на одной сцене, но и участвовали в одних номерах, что давало возможность понять, ограниченные возможности – это еще не приговор. Дима из города Долгопрудный с самого детства занимался вокалом. Хотя врачи в один голос твердили родителям – мальчик никогда не научится говорить. Невероятное трудолюбие Димы помогли ему преодолеть себя и найти цель в жизни. У молодого человека две стипендии и премию губернатора Московской области. ЮНИСЕФ наградила его грамоты юного посла мира. А также он является лауреатом международных конкурсов, участвует в благотворительных концертах. Дмитрий вырос трудолюбивым и любящим своих родителей мальчиком. Хочу пожелать вам – любите, растите, себя не корите, добра вам и мира, покоя с собою. И ангел-хранитель, чтоб был за спиной. Молодец! Воспитанники детского дома Филимонки, участники концерта, часто гастролируют. Здесь мы впервые. А так, в прошлом году мы ездили в Сочи на кинотаврик. В этом году тоже планируем. В апреле месяце фестиваль кинотаврик посетили в Черногории. В коллективе Филимонковского детского дома дети в возрасте от 10 до 18 лет. Но они очень дружны. Мне очень нравится то, что мы как команда начинаем соединяться и быть едины. В них чувствуется больше хороших движений. И какой бы ты ни повторил, они могут исправить это движение, либо помочь там. Ансамбль «Окопельки» приехал из города Раменское. Для детей было большой радостью принять участие в данном мероприятии. Как бы взбодрить тех детей, у которых не развиты какие-то таланты. Вот мы этим концертом пытаемся их взбодрить, чтобы они более радовались. Профессионализм и талант участников концерта сделал его незабываемым и ярким. Зрители в зале с радостью подпевали, пританцовывали и поддерживали шумными аплодисментами тех, кто мог их слышать, и жестами, кто не мог слышать, но чувствовал поддержку зала. После концерта все участники и зрители отправились в парк, где совместными усилиями посадили деревья в память об этом вечере, а также на местный пруд, где выпустили пару лебедей. Перед организаторами благотворительного фестиваля стояла непростая задача. Собрать детей, которые имеют ограниченные возможности, совместить их вместе с детьми здоровыми, с нашими артистами. Достаточно такая сложная задача, но она получается, мне кажется, сегодняшний концерт тому показатель, потому что дети были счастливы. Екатерина Чернышева и Адамия Елена Кошелева, Видное ТВ.